Почти у сотни старшеклассников края появилась уникальная возможность стать актерами лучших театров страны и мира. Красноярский театр юного зрителя стал штаб-квартирой для отбора детей в московскую школу Олега Табакова. Сегодня там собрались десятки молодых людей со всего края, которые уже завтра пройдут первый этап конкурса прослушивания. Заслуженный артист России и преподаватель школы Виталий Егоров рассказал, что тестированием может стать все что угодно, от стихов до вокала и мини-представления. Это зависит от того, кто зашел, кого мы увидели, и ты понимаешь, что от него нужно требовать и что попытаться увидеть. Кто-то заходит, ты уже понимаешь, что он к этой профессии пригоден и интересен. А кого-то ты уже понимаешь, что ну да, можно там что-то поковыряться, посмотреть, но это очень индивидуальное требование каждому. Они как маленький бриллиантик, который надо посмотреть, какую огранку можно сделать. Артист также поделился статистикой. В прошлый набор из всех регионов прошли 2000 человек. В итоге студентами школы Олега Табакова стали только 24. Тех, кто поедет от Красноярского края, выберет художественный руководитель театра Владимир Машков. Он также сегодня приехал в Красноярск, ответил на вопросы школьников и поделился своей историей поступления в Красноярский институт искусств. Я сам здесь недалеко жил, в городе Новокузнецк и бывал в Красноярске. Я даже поступал в институт искусств в 81-м году. Не взяли меня. Не, я не жалуюсь. Я, наверное, был недостаточно готов и так далее, и так далее. Но это не сломило мою волю, и я дальше пошел поступать в Новосибирское театральное училище. Поступил туда по недобору мальчиков. Отборочные слушания в Красноярске пройдут 15 и 16 мая в Театре юного зрителя. Однако набор туда уже закрыт. У желающих все еще есть возможность подать заявку на прослушивание в Москве. Документы нужно отправлять в театральную школу Олега Табакова до 8 июня этого года. Продолжение следует...